Грузия это бескрайние горы, леса, реки и безумно красивая природа. Но в этом видео я предлагаю спуститься с гор и отправиться на побережье Черного моря в город Батуми. Батуми это главный морской курорт и туристический центр современной Грузии. Третий по величине город страны, история которого насчитывает не одно тысячелетие. В этом выпуске мы вместе с вами увидим, как живут местные жители и чем так знаменит Батуми в 22 году. Посетим множество интересных мест и достопримечательностей города. Попробуем грузинские местные блюда и напитки. Прогуляемся по рыбному рынку, посмотрим на ассортимент морепродуктов и цены. И конечно же попробуем самостоятельно купить свежую рыбу и найти место, где все это можно приготовить. В конце выпуска мы отправимся в Армению. А так как с весны 22 года выпуск новой продукции Боржоми приостановлен, постараемся лично добраться к самим минеральным источникам Боржоми. И сравнить истинный вкус, знаменитый на весь мир минеральной воды. Поэтому прямо сейчас ставьте лайк, пишите комментарии с словом Батуми, подписывайтесь на группу путешественников ВКонтакте, YouTube, Instagram и Telegram каналов, чтобы не пропустить новые выпуски из различных стран и городов на моем канале Travel Forever. Друзья, я хочу поделиться с вами каналом моих хороших друзей Гильза. Сразу скажу, канал необычный. Ребята делают ролики на тему опасных профессий, экстремального спорта, выживания, но при этом вываливают тону удивительной информации и безумных факторов. По факту это развлекательный научпоп канал, но в русском YouTube я такого еще не видел. А к тем, кто не будет подписываться, я приеду лично на лыжах. Сегодня у них вышел свежий ролик про квадроцикл. Там есть все. Крутые гонки, глупые падения, заброшенные кладбища, опасные камнеломни. В общем, настоящие адреналиновые горки. Хорошо, тишина, птички поют. Наслаждаемся. Ссылочку на канал Гильза я оставил в описании под роликом. Заходите, подписывайтесь и не забудьте оставить комментарий от меня. После нескольких дней в Тбилиси мы решили выдвинуться в Батуми. Расстояние в 370 километров в Тбилиси-Батуми можно преодолеть на поезде, либо на маршрутке. Есть и автобусное сообщение, наподобие Джорджон Бас. Но чаще всего все местные передвигаются на маршрутках между городами. Также можно добраться до города Кутаиси, в аэропорту которого базируются лоукостеры и летают в другие страны по низким ценам. Цены на маршрутку составляют в среднем 45 лари, а поезд обойдется от 20 лари и выше. Примерно на полупути до Батуми расположены минеральные источники Барджонни. Вначале мы решили добраться именно туда на маршрутке, а дальше поедем в Батуми. А уже на обратном пути из Батуми в Тбилиси мы отправимся на поезде, поэтому сделаем обзор всех видов транспорта. Маршрутки ходят от вокзала на станции метро Ди Дубе каждый час, но только в дневное время. Координаты всех вокзалов я оставлю в описании. В общем, подъезжаем к Барджонне, и тут опять у них идет дождь. Я не знаю, как нам так сегодня везет. Говорят, что Барджонни сейчас не выпускают минеральную воду, поэтому мы приехали сюда и спить ее, попробовать истинный вкус. С погодой, конечно, не повезло. Ну что ж, теперь. В общем, насколько нам сказали, здесь есть несколько источников. То есть где-то холодное, где-то горячее Барджонни. И если что, не получится ли добраться дальше, то можно будет остановиться. Реально, она пахнет и яйцами. Ну как, Андрюх? Яйца не переношу на дух просто. Взяли, сейчас будем пробовать. Не, она минеральная как будто, да? Не, ну пахнет, честно, неприятно. Ну, она такая, говорит, ну какой-то, ну не, ну минеральная совсем другая чуть-чуть. Не, ну похоже, но вкус другой. Минеральная безгадная. Какой-то есть привкус, какой сладенький, какой. В общем, это называется холодный источник. А есть еще где-то в парке горячее, мы его тоже попробуем. Стоит всего 20 копеек, в принципе, за стакан. Город Барджоми расположен в Баржомском ущелье, что на юго-востоке Грузии, на высоте примерно 800 метров над уровнем моря. Этот курорт окружен горными массивами, которые покрыты лесами. Население города составляет чуть более 10 тысяч человек. Барджоми расположен в ущелье Куры, который делит его на правобережную или обережную часть. Название города произошло от слов Борж. Крепостная стена и Оми – война. Согласно древней легенде, Барджоми был основан в качестве естественной крепости, стенами которого служили Кавказские горы. На склонных ущельях для защиты от неприятеля были построены сторожевые башни, остатки которых существуют по сей день. Конечно, в первую очередь Барджоми известен именно как бальнеологический курорт. Местная минеральная вода используется для профилактики и лечения болезней желудочно-кисечного тракта, обмена веществ, желчевыводящих путей и почек. Также можно принимать ванны с этой водой, что показано при сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с органами дыхания и нервной системой. Ты будешь пробовать, да? Айми, что вы говорите? Есть полусухую, полусладкая, гранатовая. Я буду сейчас не буду. Ребята, гранатовая тоже есть. Давайте сейчас. Попробовал? А, ты мне остался? Да. Ё-о-о-о! Ничего, ничего. Давай, давай, пробуй гранат. Чядя, персиковая, чядя, таня, все, что хотите есть. Все, а первой? Прикольно. Первая кинзамаруля была. А вот эта Одесса? а вот это одесса вино одесса лишь какой она посмотри одесса мама город мой родной это одесса называется в сорт винограда такой крупный крупный слега тоже посмотри вот я даю все ребята вот берите какой-то 1 или гранатовая возьмите один гранат в общем при входе парк нужно платить 5 лари стоит один билет и можно проходить в парк все куда где пить вот это не там другой там вот тут типа такого как здесь здесь уже такой горячий источник вход стоил 5 лари сам парк подходи наливай давай наливай это много навеса ну как давай пробуй на камеру сразу пахнет на лучше теплая минералка без газа ну а тепло сразу между ну прикольно ну подвигать можно больше 0 2 0 3 наверно миллилитра не выпьешь и о мою идем тут детишки могут поиграть и здесь видимо это прометей несет огонь ну река кура конечно тут прям совсем смотрите как и плечется это видимо нервные за ливней и небольшой там водопадик погода конечно пакостная но мы решили догуляться прогуляться до сернистых ван посмотреть что может быть искупаемся но мне кажется все таки там вода не такая уж теплая и купаться в такую довольно таки холодную погоду еще под ливнем под дождем будет наверняк с летом наверно там кайф идти оттуда вот получается примерно где-то 27 2 8 километров минут 30-40 а еще лучше здесь гулять летом когда теплая солнечная погода тепло можно шорты ходить просто реальный кайф а а а Парень побил вина, смотрим. Нормально. Ну, в общем, пришли на бассейн, но, конечно, ожидали большего. Сами бассейн находятся вон, получается, два бассейна, видимо, есть. Маленький, чуть побольше, переодевалки там. Вход стоит 5 лари, и 5 лари можно арендовать еще полотенце. Вот. Но мы даже не знаем, идти, не идти. Погода, конечно, улучшилась, стало явно, солнышко вышло уже красиво все, шашлычки жарят. Но такое дело, как бы, раздеваться, переодеваться там, не знаю. В общем, у нас такая тема, пытаемся, вообще, ну, как бы мы изначально пытались, хотели, точнее, поехать до каждого города автостопом. Но все идет не по плану, мы едем на обычных автобусах, маршрутках. Вот. И сейчас удалось, посчастливилось попробовать автостоп. сейчас попробуем, добраться до Боржоем, тут буквально километров, наверное, 3-4-5. Но пока машин нету, но все-таки такое интересное дело, не знаю. Конечно, всегда мечтали попробовать, попробуем сейчас. Все, посмотрели парк, обратном пути уже вышло солнышко, все солнечно. В принципе, приятно гулять, намного приятнее, чем когда идет дождь. Ну, пойдем есть шашлык нашему новому знакомому. Ну, находились, нагулялись по Боржоме и решили зайти к Рубену, с кем ехали на обед. Взяли супец, шашлычок, рис. Вино я не брал, так как у нас разливное есть немножечко. И фри сейчас еще качапурь должна прийти. Ну, всем приятного аппетита. После посещения Боржоме мы решили добраться автостопом до Батуми. Из 30 машин ни одна не остановилась. Автобусы и маршрутки из Боржоме уже не ходили, так как было 7-8 вечера. Поэтому, чтобы не оставаться ночевать в Боржоме, мы взяли такси до населенного пункта Хашуре и Сурами, в надежде сесть на маршрутку из Тбилиси в Батуми. В итоге, поймав маршрутку, мы добрались до Батуми уже ночью. С попутчиками в маршрутке, к сожалению, нам не повезло, так как 5 человек без конца пили. После чего начали приставать ко всем пассажирам. А с нами желали поболтать о политике. Удовольствия мало, половина пути мы вообще ехали стоя, так как зашли на трассе. Поэтому лучше передвигаться на поезде или комфортабельном автобусе. Поэтому передвигаться на маршрутке советую только в крайнем случае. Русский. Да. Русский, да? Да. Православный? Православный. Православный. Это... 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 Никакой ты не православный, короче. Ну пусть так будет. Вот, да, короче. Никакой ты не православный, брат, короче. Вот. Ты сам это делается? Да. Мне его доставили вزoth. Вот это взлет. Да. Да, все. Да. Он понятен. Да. Раз две. У нас же нет. Да. У нас же нет. Да. Столица Аджарии и главный черноморский курорт страны Батуми. Подобен молодому вину – беззаботный, благоухающий, свободный и пьянящий. Батуми – курортный портовый город, который расположился на побережье Черного моря, третий по площади после Тбилиси и Кутаиси, и второй город по населению. На протяжении всей истории на этой территории жили представители разных этнических групп. Это оставило след как в прошлом региона, о чем свидетельствуют археологические находки, так и в настоящем, например, в архитектуре. Поскольку Батуми является культурным, религиозным и экономическим центром, туристическая отрасль имеет разные направления. Контраст горных участков и прибрежной зоны делает местность особенно живописной. Батуми – это олицетворение современной Грузии. Его пляжи в ровной степени наводнены европейцами, русскими и соседями по Кавказу. Ночные клубы принимают лучших диджеев планеты, в отелях предлагают качественный сервис, а в ресторанах вкуснейшее блюдо национальной кухни. Кроме того, в городе и окрестностях есть все возможности для активного отдыха, занятий дайвингом и водными видами спорта. Это первый день на Батуми. Погода опять не радует. Я не знаю почему, что не так с этими майскими. Но каждый день идет дождь. Но слава богу, сейчас он прекратился. И мы идем в рыбный ресторанчик. Давайте глянем. Так все выглядит. Пошли под... Ну, в общем, подошли. Дорадо у них стоит 25. Себаз примерно 27. А 45 лари, да? Ну, красавица. Будем брать? Ну, еще и жарить будем. А сколько килограмм здесь? Полтора. То есть возьму нас 12, да, пожарить? Нет, 10. Хочешь, я помою, эту цену обработаю. Еще морепродукты, желайте что-нибудь. А игла почем? Игла 40 ларбаночка. А красная что такое? Это барабулька. Барабулька. А там что длинная? По длине. Это кефаль. Кефаль. А это себаз, да? Это лосось. А, лосось? Это себаз. Это форез. Форез почем килограмм? 18 ларб килограмм. Вот свежая. Я думаю, можно форез почем взять. Я думаю, хватит на место. Речная, да. Типа одну? Нет, ну что, одну пару. Мы решили взять осетр, так как он живой. Даже реально дышит. Ну, в общем, креветки не получается по три, одна штучка. Ну, мне кажется, дороговатная. Вот, осьминожки 5 и кальмар тоже 5. И кальмар 7. Кальмар 7, да? Кальмар 7. Кильограмм. Вышло, например, 2 килограмма. И зашли в заведение Финляндия, называется, да? Или как? Фишландия. Не Финляндия. Сегодня новости, когда читал про Финляндию, наверное, поэтому. Вот. Цены примерно следующие. Ну, цены как обычные, короче. Ну, мы просто взяли гарнирчики, так как взяли осетр, креветки. Примерно по 6-7 лари. Это, ну, 6 на 22. Ну, примерно на 120 рублей. Любой гарнирчик. Ладно, конечно, подороже. Но погода не очень, поэтому решили сесть внутрь. Ну, я думаю, мы сюда еще Иру дольше придем, да? Сегодня осетрину. Вечерком, либо завтра. Лосось там какую-нибудь. Да, Раду попробуем. Давай, давай. Что? Нет, что ли? Завтра вечером в дубже. Ну, сегодня еще можно сходить, завтра утром и в обед. В Макдональдсе. Ладно, ты вам, Галанда, я сюда приду. Ну, вот и принесли нашу рыбку. Такой большой осетр вышел. Ей взяли пару креветок попробовать. Ну, давайте пробовать будем. Первый раз жизни осетр. Ну, вот попробовали осетрину. В принципе, вкусная. Ну, я, конечно, не знал, как на вкус, но, да, обычная рыба, как рыба, короче. Вот, но с соседями поменялись рыбкой. У них вроде Себасова было, либо, не знаю, там какая-то форель морская. В общем, немножко им дали, взяли у них попробовали. Короче, если будете брать рыбу, то берите потолще, чтобы она жарилась, и весь сок здесь остается, потому что вот попробовали вот в этой рыбе. А здесь она, ну, такая более застушливая. Вот, а здесь прямо такая, вот смотрите, вот прям с соком. Но, в целом, это тоже вкусно. Вот. И, кстати, тут можно также заказать рыбу уже из меню, но она там указана примерно за 0,5 килограмма. То есть, немножечко дешевле будет брать все-таки на рынке и нести сюда уже здесь. Будет разделывать, жарить ее. Там сразу чистится, а здесь уже именно жарится. Ну, все, примерно как-то так. Думаю, в следующий раз нужно попробовать другую рыбу. Ну, все, заготовка вышла 56. То есть, салат, два картошки и жарка 12. Ну, и сервисный сбор 6. Весь неканатная дорога работает с 11 до полдесятого и идет до, получается, до горы. То есть, три слайда туда-обратно. В принципе, можно съездить. Вот такой вот митий. Вот такой вот митий. Ну, видимо, что остается от митий. Вот такой вот митий. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Площадь в таком итальянском стиле Необычно видеть это в Грузии, конечно же Есть даже своя часовня Не знаю, что там находится Либо смотровая, может быть какие-нибудь тоже кафе Либо, не знаю, может какой-нибудь отель Проект площади спроектировал Важа Орбеладзе в 2010 году Пьяца выполнена в венецианском стиле и лишена грузинского колорита Последняя совсем не мешает площади быть излюбленным местом для местных и приезжающих туристов Здесь находятся магазины и рестораны, а иногда и выступают даже артисты Прямо под открытым небом Строительство велось у пересечения пешеходных улиц Так что шум города, относящийся сюда, минимален Все, посмотрели, вроде называют стеркстово Неколы, сколько я понял Все, посмотрели церковь в Никола Но у них, сколько я понял Максимальное количество населения верующих В церкви тоже очень много И при входе, когда люди приезжают, например, рядом с церквью То перекрещиваются В целом это радует У них тут свадьба прям каждую минуту Сегодня у нас суббота Очень много разных кортежей едут И сигналят А, здесь расположена башня Чачи Не знаю смысл в чем ее Но давайте глянем Что вообще внутри А, дверь закрыта И можно, видимо, раньше было подняться наверх Ну, тут, наверное, какие-то небольшие фонтанчики есть Но, насколько я понял Город их строили Какие-то издания строили турки Потому что город пестрит Такими вот необычными зданиями Какая-будто большая часовня Это вроде башня Алфавит Но в целом прикольно Ну так Немного, конечно, намешано Но в целом посмотреть можно Необычно Вот И где-то еще такое здание есть, как глаз Можно прокатиться на колесе обозрения Стоит 10 лари В принципе, колесо не маленькое Думаю, будет видно почти целый город Либо на канатной дороге, которая стоит 30 лари А вот и статуи Аль и Нани Девочки-мальчики Которые были Из семьи Разной Веры И которые родители Ну, их родители были против, чтобы они были вместе Но все же они вот в 7 часов высоединяются Так что можно прийти Полюбоваться Открытие проекта Тамара Квеситадзе Состоялось в 2011 году Две 8-метровые скульптуры Иллюстрируют известную историю любви мусульманина Али И христианки Нино Их родители были против романа Пары Именно поэтому каждый вечер Выполненный в необычном стиле скульптуры Сходится, становится единым целым А потом вновь расходится Площадка вокруг подсвечивается Что создает особую атмосферу Ну, в целом поражает Особенно когда сближаются Очень интересно А сейчас, смотрите, как необычно выглядит Ну, кстати, ювелирная работа Мне кажется, проделана Прикольно было бы, если бы они Обратно возвращались Или бы так замирали Они, получается, проходят И так снова-снова по кругу Зимой, в Стамбуль Такая же погода зимой, да? Ну да, были Ну да, холодная На Мадель даже теплее была, кстати Ну не ехать, не ешь это пакет Пакет это не ехать Не ешь, не ешь, не ешь Не хавай, не хавай Просто пакет Не хавай, не ешь Какие-то шприцы там Поймали вот не ящерицу, а собаку Большую Заводится, пока никого не покусала Душу тебя не охота Заводится трактор Больше это Вот и потеряли нашего друга Кошка захотелось на птичку Наш Васёк убежал Все, Андрюха, будешь учить? Грузинский алфавит Вот башня алфавит называется Грузинские буквы Э, З Мягкий знак Ну все, наша охрана вернулась Мы в полносборе Двое и собака в лодке Или как там говорят? Там людей нету Вот это у нас оружие Кстати, подняться можно Эту башню алфит за 15 лари Ну, не знаю, смысла не вижу особого Если вы были в Бурж-Калифе Побродили, погуляли И в Батуми курс крайне невыгодный Но вот самые лучшие Нашли 0,385 за рубли То есть за 1000 рублей Получает 38,5 лари Вот К доллару и евро Сами смотрите курс Вот Ну, находится, если кому интересно Напишите точку Наверное, в описании оставлю Под конец дня дошли до площади Европы Ну, выглядит, конечно, прикольно Но все равно как-то немножко несуразно Конечно, площадь пьяца намного поинтереснее По виду В таком более едином европейском стиле Здесь вот непонятно Какая-то то ли Прага, не знаю, Чехия Это какой-то, не знаю Монумент, не монумент Ну, посмотреть можно Ну, кстати, на фотографиях Это здание такое новенькое, да? Клевое, а по факту обшорпанное такое Нет, нормально выглядит Ну, вон, видишь, там что-то Ну, в общем, ребят Первый раз вы решили воспользоваться такси Болт скачали Какой-то Макхас сейчас подъедет И поедем до ЖД вокзала Будет стоить Тойота Приус Будет стоить у нас Всего 5,6 вроде Ларри В принципе, круто Ну вот, друзья Сейчас мы пришли на ЖД вокзал Взяли два билета Вот так выглядит два билета До Тбилиси Стоит он 24 Получается 24 Ларри В принципе, недорого Идет примерно 5 часов Называется Батуми Санграл Кто не знает по карте Можно вообще выйти на В аэропорту В аэропорту Кутаиси И до Кутаиси набраться Можно там погулять, например И потом сесть Поехать дальше Но это придется два билета покупать И также можно, оказывается, доехать С Тбилиси до Еревана Плацкарт Он выходит по нечетным числам Например, 9 мая мы думаем взять И по стоимости он выходит Плацкарт 90 минимум А купеш где-то от 110 Ларри Но в целом Это как бы он выезжает в 20-20 Вечера По нечетным числам И приезжает в 6 утра В Ереван В принципе, удобно Можно сразу и поспать Отдохнуть Как бы Сэкономить одну ночь на отеле В принципе, удобно Сейчас, думаю, даже Возьмем сразу в Батуми И приедем Погуляем И 9 числа, 9 мая Поедем уже в Ереван Ну все, друзья мои Взяли два билета То есть это у нас до Тбилиси Стоит он 24 Ларри вышел Это мы поедем, получается, 8 числа А вот 9 мая вечером Погуляем в Тбилиси И поедем в Ереван Боковых уже не осталось Поэтому мы взяли вот Получается места Боковые 43, 42 вроде В Андрюхе Нижняя 76, то есть верхняя Чуть подешевле Но в целом Как-то так Зашли взять шаурму И заканчивать наше путешествие по Батуми Мы приехали на ЖД вокзал Заранее купили билеты И вот так выглядит сам поезд Оказывается, он двухэтажный И выглядит красиво Но я уже думаю Будет намного лучше Чем мы ехали на маршрутке сюда Которая вся тряслась Там люди пили Алкоголь Орали, кричали В общем Отправление получается Есть таких 3 поезда Утром вроде около 9 В 2.10 вот у нас сейчас рейс И какой-то вечерний вроде То ли в 5, то ли в 7 Так что если вы собираетесь Поехать в Батуми Либо из Батуми То знаете Не, ну поезд довольно комфортный В принципе Даже есть вроде Wi-Fi Не знаю, конечно С паролем, не с паролем Но и кстати Второй этаж у нас попался В самом деле Поехали В принципе Поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Называется Margo Hotel Тут у нас Туалетная комната Душевая кабина, кстати, первый раз Тут у нас есть холодильник Чайник есть, может попить Шкафчик Тапки Сейф Холодильник пустой У нас что есть даже свой Столик Кондиционер И тут что у нас балкон или просто окно Тут просто окно Непонятно куда У нас четвертый или третий этаж Но отель, кстати Стоил что-то 200 Там лари Я вообще в шоке был Вот И сегодня действовала скидка Там что Больше 75% Да, в общем Данный номер обошелся Всего 57 лари В принципе нормально Вай-фай все есть Такое видно, что отель Хорошенький, но Немножко уж подуставший уже Но В принципе нормально В общем Пришли в новое заведение Взяли Хинкали То есть Три у нас Разных попробовать Три с грибами Три с сыром И три Ну мясные Андрюха подсел На Куриный салат И сейчас еще будет Аджахури Это свинина с картошечкой Ну и наконец-таки Принесли еще Аджахури Это картошечка Со свининкой Ну все Всем приятного аппетита Да только не громко Ну да Давайте друзья Попробуем Это у нас первое С грибами получается Вкус необычный Ну а дальше у нас с сыром И со свининой С глядиной Ну сок есть Но немного есть Давайте сразу на камеру Камера снимает Это у нас сыром Сыр что-то в виде как творог Такой типа домашний Бренза Я думал такой будет растекшийся Как на пицце Да Дурачок Понял Что такое будет Ну конечно Я же говорю Я ел вареники С творогом Тоже самое Практически Ну ладно Это едим Ты серьезно представлял Как Не я серьезно думал Типа так У нас просто кайф У нас просто кайф Поменялся Приходили на Площадь свободы Буквально дня Три или четыре И курс был Ноль сорок один Или ноль сорок А сейчас Уже вот изменился На пять Копеечек Так что Как-то так И кстати Сегодня мы опять В Тбилиси Отправляемся В Ереван И как только Мы отправляемся Я заметил Сразу выходит Солнышко И погода Просто прекрасная Фото гулять Так что Возможно Сегодня тоже Посмотрим Несколько мест И отправимся дальше Пришли на автовокзал Автовокзал Конечно Не вызывает доверия Но вот этот поезд Кстати Рассвет Как у Рождачного Вокзала Здравствуйте Ну в общем Вагоны Как обычно У нас в РЖД Но Довольно-таки Обновленные Есть даже Розеточки Здесь С той стороны Стол В принципе Такой новенький Не пошарапанный Да? Внутри Так свеженький Нет Прямо Реально Да А вот Новенький В принципе Кондер Есть Сейчас будет Первый У нас Погран Контроль Выезд И после Уши Будет Въезд В принципе Чё Пох Что Если вы берете Нижнюю Похочку То разложить Постельку Вы не сможете Пока не уйдет Сосед Да Сосед Такой Настойчивый Пьет У нас Что Сок Можно сказать В 10 часов Будет Граница Первая И Видимо Где-нибудь Девятнадцать Вторая Девятнадцать Девятнадцать Став Ух ты Ух ты